В Брестском областном роддоме своя атмосфера и создают ее мамы счастливое чудо, которое произошло. Накануне Дня независимости Беларуси 20 молодых пациенток вместе с новорожденными получали подарки от гостей из общественного объединения БРСМ. Активисты во главе с Николаем Красовским, руководителем депутатского корпуса, поздравили женщин с самым главным событием в их жизни. Пожелали здоровья малышам, а родителям суметь воспитать настоящих патриотов своей страны. Не случайно же дети появились на свет накануне Дня независимости. А защищать малышей как раз таки будут подаренные обереги – распашонки-вышиванки. Мы пожелали здоровья, хорошего роста, ну и, конечно же, хорошего настроения нашим милым, замечательным дамам, мамам. По тому, как встречали нас мамы, по тому, как встречали нас дети, в том числе, мы можем сказать, что, конечно, этот день стал запоминающимся для них. Он наполнился таким вот содержанием. Мы видели на лицах улыбки, горящие глаза, открытые для общения люди, которые с удовольствием приняли наши подарки. Семья, как ячейка общества, конечно, является незыгримой основой развития нашей страны. Поэтому в преддверии праздника хотелось бы пожелать всем мирного неба, благополучия, счастья, чтобы на нашей земле больше раздалось детей. И мы все были счастливы, достаточны, еще раз подчеркну, жили под мирным небом. У брещанки Евгении Войтковской родился второй ребенок, дочурка. Молодые родители уже знают, как назовут свою малышку и абсолютно убеждены, их Александра станет истинной белорусочкой. Это мои вторые роды здесь. Елена Леонидовна их принимала, и первые тоже. Роды прошли отлично. Родилась девчонка, назвали Александра. Вот, вышиванка, мы ее сегодня и наденем. Нам сегодня выписывают, мы выедем домой. Вышиванка станет оберегом для нашей семьи. Мы будем ее передавать из поколения в поколение, потому что это символ Белоруссии. И я надеюсь, что он будет охранять нашу семью. У Екатерины Тули, пациентки Брестского областного роддома, первый долгожданный ребенок. Появление на свет дочки накануне государственного праздника стало приятным сюрпризом для брещанки. Очень приятно, конечно, за такой сюрприз. Спасибо большое. Как планируем дальше? Ну, баловались, наверное, вначале будем, а потом уже посмотрим. Мы обязательно сохраним на память. Это очень-очень приятно. И будет такая большая память. В Брестском областном роддоме в среднем в год рождается 1600-1800 младенцев. Правда, сегодня врачи отмечают спад. На это и свои причины. В 90-е женщины не стремились обзаводиться большими семьями. Но это временно. Мы надеемся, что эту тенденцию мы скоро преодолеем. И через годика 2-3 опять все восстановится так, как у нас было. Лето у нас всегда горячая пора. Количество родов всегда увеличивается. По непонятной причине. Я вспоминаю, несколько лет назад у нас по роддому было в июле за сутки 36 родов. То есть больше, чем часов в сутках. Сегодня у нас принято уже двое родов. Вчера за сутки прошло 7 родов. Все детки родились здоровые, красивые. Будем надеяться, счастливые. И вырастут здоровыми. Придут к нам тоже рожать двое, а то и трое, а то и четверо детей. 8 мальчишек и 12 девчонок родились накануне Дня независимости в Бресте. Что ждет их впереди, никто не знает. Но будем надеяться, что подаренные вышиванки станут для них символическими оберегами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова